книга открытым оком том 19 вопрос 3288 тема христос есть бог и человек вы говорите довольно часто имя божье иегова почему же в храмах это имя не произносят ни разу в году отвечает игнатий тихонович лапкин потому что не знают потому что библию не читают библию не любят библии не доверяются доверяются только богослужебным книгам составленным монахами а все что в библии для православных это протестантский уклон левоцентристский и когда папы видят наши объявления приглашение на занятия по изучению библии по толкованию святых отцов церкви они видят одно они видят только одно слово библия и бульдожье хваткой вцепляются в него да как же так разве мы протестанты чтобы носиться с библии христос же послал учеников и сказал и идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари евангелие они библию мало того выражение библия есть свет папы яростно опровергают словами же евангелие что не библия есть света христос который сказал евангелие то она 8 12 я свет миру кто последует за мною тот не будет ходить во тьме но будет иметь свет жизни здесь уже не только привычная узость сектантского взгляда на истину а полная слепота сие ослепление от бездействия и злобы на истину слово божие является истинным светом а значит библия есть свет прокисая 8 20 обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света псалом 118 105 стих слово твое светильник ноге моей и свет стызи моей 2 петра 1 19 и притом мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших книга сирахова 49 глава 1 стих и восстал илья пророк как огонь и слова его горела как светильник кроме того люди которые просвещены библией словом божиим сами являются светом евангелие от матфея 5 14 вы свет мира и филиппийцам 2 15 вы сияете как светило в мире 18 книгах открытым оком я произношу имя божье и иегова тысячу семьсот шестнадцать раз библия восемь тысяч двести семьдесят пять евангелия пять тысяч триста двадцать один слово аллах коране встречается две тысячи семьсот девяносто девять раз и мусульманинам и мусульманам это не кажется много потому что они своего аллаха любят по-своему а нам даже один раз за тысячу лет на всю страну произнести святейшее имя божие иегова показалось даже слишком много я же столько раз употребляю сии слова только единственно по любви к богу умышленно потому как все слова забытые я жив и я я и оживляю их слово евангелие для православных очень часто ничего не говорит кроме того что надо согнуться в другу когда его на церковно-китайском церкви гнусаве диакон проорет про по направлению алтаря задом к народу а потом поцеловать и лдо и лбом стукнуться об него евангелие это не книга только и даже вовсе не книгу имел ввиду христос а имел ввиду благую весть о спасении через жертву сына божия и народного евангелие от марка 1 глава 15 стих покайтесь и веруйте в евангелие книга же евангелия была написана после произнесения этих слов лишь через добрые десяток лет мы проповедуем не библию а благую весть о спасителе христе и говорим что все об и говорим что все о благодати можно самому узнать и святой и вечной библии иегова имя которым бог называет самого себя как вечно верного заключенному союзу который называет себя также сущим исход 314 сокращенная форма слова иегова есть и а или и а в исходе 15 2 слава моя и а еврейском тексте псалом 62 5 и а есть имя ему еврейский текст от слов иегова и я образуется множество имен и названием мест разница преобразования от этих слов только в том что иегова обыкновенно ставит в начале сложного слова и а же становится в конце например иегова иры бытие 22 14 господь усмотрит бытие 17 5 давайте откроем бытие 17 5 и не будешь ты больше называться авраамом но будет тебе имя авраам ибо я сделаю тебя отцом множество народов так простите бытие 17 15 и сказал бог аврааму сару сару жену твою не называй сару но да будет имя ей сара книга судей 624 и устроил там гедеон жертвенник господу и назвал его иегова шалом вот еще до сего дня в арфе ави авиазировая прок языки 48 35 всего кругом 18 тысяч а имя городу с того дня будет господь там прок иеремия 23 6 во дни его иуда спасется и израиль будет жить безопасно и вот имя его которым будут называть его господь оправдание наши прок иеремия 33 16 в те дни иуда будет спасен и иерусалим будет жить безопасно и нарекут имя ему господь оправдание наше книга пророка оси 12 5 а господь есть бог саваов сущий иегова имя его иногда встречаются сложные слова сокращенной формой слова иегова и его например 4 книга царств 1221 и его завод 4 царств 14 2 и его отдай 1 пароль поминул 24 7 и его ариф 1 пароль поминул 26 3 и его ханнан или только его иер иешуа то есть господь спасает отчего слова иисус иоганнан иоанн иегова милостивые ионатан иегова дает и ажи употребляется в конце сложных слов например и еди и еди и еди и а то есть друг иеговы такие слова иногда имеют форму окончания и а иногда я захария захаря евреи в древнее время считали оное имя иегова страшным для произношения и заменяли или именем адонай или елагим господь более того по еврейскому преданию слова его произносилось только одним первосвященникам и притом однажды в год во святого святых я есть мусущий сказал бог моисею посылая его к сынам израилевым бог сказал моисею я есть мусущий и сказал так скажи сынам израилева сущий и его послал меня к вам исход 3 глава 14 стих вот имя мое навеки и памятование а мне из рода в род стих 15 означенные имена усвояются различными лицами что весьма естественно встречаются гораздо чаще после времени моисея чем до него довольно часто библия говорит о всевышнем просто как о боге не называя других его имен еврейской библии понятия бог обозначается тремя словами эль элоах эллахим в греческом словом theos 3 приведенных еврейского слова имеют общий корень значение которого не поддается однозначному определению возможно они происходят от корня ел быть впереди быть сильным форма единственного числа эль употребляется главным образом с уточняющими определениями бог всевышний в бытие 1418 бог всемогущий в бытие 17 1 значительно чаще чем эль в библии встречается форма множественного числа эллахим примерно две с половиной тысячи раз которая может иметь следующее значение божество как общее понятие некий бог бог единый сущий боги вообще определенные боги слово эллах второзакония 32 15 и ел иаков и уточнел израиль и стал упрям уточнел отолстел и разжирел и оставил он у бога создавшего его и презрел твердыню спасения своего псалом 49 22 уразуметь и это забывающие бога дабы я не восхитил и не будет избавляющего а вакуум 33 бог от фимана грядет и святый от горы фарам покрыла небеса величие его и славой его наполнилась земля и примерно 40 раз в иов наверно в книге и автор может быть и древние формы обращения употреблявшийся только возвышенной речи и так слово бог в еврейском языке может иметь значение как единственного так и множественного числа она употребляется не только в отношении бога израиля как книги исход 20 глава 3 стих и друг других форма множественного числа эллахим употребленное значение единственного числа становится способом выражения почтительности мы царь всея руси и ваше величество в отношении бога израиля это слово обозначает творца чьи деяния сокрыты греческое слово теос может обозначать единого сущего бога никого его бога или выражать общее понятие во избежание путаницы в ветхом завете часто прибавляется уточняющее определение к слову бог таким образом для обозначения бога используется выражение не являющиеся именами сну собственном смысле слова но устанавливающие особую связь между богом и каким-нибудь либо лицо и б богом и особым местом откровения и в богом и его избранным народом первое указывая на прежнее откровение бытие 26 24 бог авраама отца твоего бытие 31 13 бог явившийся тебе в вефили и бытие 46 3 бог отца твоего исход 36 бог авраама бог исаака и бог якова бог дает узнать себя как бога уже действовавшего в прошлом и исполнявшего обетование он однако привлекает к себе своего он однако привлекает к себе своего нынешнего собеседника требуя от него веры второе для отличия от прочих богов бог назвал богом евреев исход 5 3 7 16 и 9 1 или богом израилевым в книге иисуса новина 7 13 10 42 и прочее эти выражения никоим образом не говорят о реальном существовании других богов они скорее указывают на исключительные взаимоотношения израиля и бога пожелавшего открыть себя именно этому народу существует двойная связь бог своим откровением связал себя с народом израиля а народ израиля через божье откровение благодаря своему израилю связан с богом третье в отдельных случаях в том же значении что и бог израиль израилев употребляется выражение бог и аков лев 2 царств 23 1 псалом 19 2 псалом 74 10 псалом 80 2 стих и псалом 145 5 стих и пророк исаия 2 3 стих и другие указывающие на историю отношения бога со своим народом то есть наш бог со времен иакова второе наряду с этими обозначениями а часто и благодаря им бог в ветхом завете имеет и имя собственное яхве которая изображалась на письме согласными буквами и кратко х в х из-за опасения нарушить третью заповедь она прочитывалась так как если бы она была слово адонай господь соответствие с этим септуагинта и вместе с ней большинство переводов в библии какое такое прочтение господь греческая кюриос переносит на написание так что например синодальном переводе вместо яхве встречается слово господь когда позднее еврейский алфавит был дополнен значками гласных букв масоретский текст и к согласным и кратко х в х были добавлены гласные от слова адонай причем по правилам еврейского языка первое а стало произноситься как э то вместо яхве единственно как результат некомпетентности средневековых переводчиков возникло прочтение и написанное и краткое э х о в а х или иегова такая неверная передача божьего имени еще встречается в некоторых церковных песнопениях и в устаревших переводах в результате того что имя яхве оказалось скрыто под условным именованием господь в тех случаях когда в еврейском тексте стоит господь яхве переводчиком во избежание дублирования господь господь приходится прибегать к различным приемам смотри в бытие 15 2 владыка господи захария 9 14 господь бог и прочее по той же причине в синодальном переводе слово господь в книге исход 6 3 названо именем в исходе 3 15 в тексте оригинала стоит яхве послал меня к вам это проливает свет на стих 14 где сказано я есть мсущий еврейское слово со значением существовать созвучно имени яхве в данном случае оно должно объяснить моисею что означает это имя отстающийся остающийся равным себе или который есть и был и грядет откровение 1 8 в новом завете имя яхве уже не встречается вместо него мы находим ставшие привычным для греческого языка благодаря септу агенте слово кюриус господь с артиклем го кюриус марка 5 19 лука 1 6 9 28 46 2 глава 15 22 книга деяний 8 24 2 тимофей 1 16 18 и другие без артикли то есть употребляемая почти как имя собственное матфея 1 20 22 21 9 евангелие от марка 13 20 от луки 1 58 2 петра 2 9 и других в других местах нового завета говорится только о боге греческая греческая теус часто с дополнением отец иисуса христа римлянам 15 6 и 2 коринфянам 1 3 и другие иисус говорит просто об отце арамейская оба греческий апатер бог смотри матфея 5 16 48 и 6 глава 4 9 стихи и другие ранняя христианская церковь использует такое обращение к богу в своих молитвах римлянам 8 15 и галатам 4 6 через иисуса христа бог становится отцом сущность номер 3 сущность божьего имени показывает что сообщая нам свое имя бог не просто представляет себя но и дарует откровение это откровение бога в его имени было превзойдено в новом завете откровением бога в его сыне эль общесемитское наименование божества сравните илу илун Аллах в ветхом завете оно употребляется редко например в книге чисел 12 13 иногда обозначает языческих богов пример исход 15 2 этимологически слово эль происходит от понятия сила могущества оно входит во многие теофорные имена израиль и языки иль или я и другие элохим или эллагим является множественным числом от элаах архаического имени божьего употреблявшегося в священной поэзии в том числе в книге иова наряду с именем яхве слово элохим является наиболее употребительным в ветхом завете начиная с книги бытия множественная форма слова элохим имеет реликтовый характер и почти повсюду согласуется с единственным числом исключение составляет те редкие места где элохим обозначает сон небесных сил например псалом 8 6 адонай с еврейского господин мой церковнославянский господь также является общее семитским наименованием божества в греческом варианте адонис яхве условное произношение священного имени с которым бог открылся моисею с 3 века до нашей эры его стали заменять эквивалентами главным образом словом адонай по-видимому для напоминания об этом в курманских экземплярах библии четыре буквы буквы священного имени или тетра грамма писались старыми буквами финикийского алфавита или заменялись словом адонай с этой же целью в рукописях септуагинты имя яхве писалось еврейским квадратным шрифтом а позднее масореты снабжали телеграмму огласовкой накудод взятой из слова адонай когда в средние века христианские библеисты обратились к еврейскому тексту они прочли телеграмму как и егова это ошибочное чтение прочно закрепилось 16 века в начале 20 века архиепископ феофан быстров собрав все святоотеческие свидетельства о древнем произношении тетраграммы я о я у я в пришел к окончательному выводу о неправильности чтения егубы и предпочтительности яхве ягве и агве в теофонных именах в элефантических папирусах 5 века до н.э. священное имя дается в сокращении как яг согласно бытие 4.26 имя яхве употреблялось еще древнейшими предками человечества на до моисеева происхождение тетраграммы указывает теофорное имя матери пророка и о хавет исход 6.20 это косвенно подтверждается тем что в ханаане существовало почитание и эво имя близкое к священному имени однако в исходе в книге исход 6 главе 3 стихе бог говорит моисею являлся я аврааму исааку и иакову с именем бог всемогущий а с именем моим господь яхве не открылся им таков синодальный перевод который архиепископ феофан подверг сомнению он отметил что в оригинале речь идет не о новом имени не о тетраграмме а о новом откровении о свойстве божественном тетраграммою обозначаемом свойство это связано с самим смыслом слова яхве оно происходит от глагола быть и поясняется в самой библии словами бога я есть мсущий еврейское эхе ашер эхе что можно перевести так я есть тот кто есть исход 3.14 сущий это тот кто владеет бытием кто сам является бытием вся тварь только от него получает существование в книге откровения это имя интерпретировано в связи с властью над временем господь который есть и был и грядет 1 глава 8 стих из словарей бракгауза нюстерма меня и другие ужасно состояние народа русского еще и в том что от него скрыли имя божие и скрыли библию которая грозит всем не почитающим имя божия не прославляющим имя божия книга откровения 15 4 кто не убоится тебя господи и не прославит имени твоего ибо ты един свят все народы придут и поклонятся пред тобою ибо открылись суды твои книга второзакония 28 глава 58 по 61 стихе если не будешь стараться исполнять все слова закона сего написанные в книге сей и не будешь бояться всего славного и страшного имени господа бога твоего то господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами язвами великими и постоянными и болезнями злыми и постоянными и наведет на тебя все язвы египетские которых ты боялся и они прилипнут к тебе и всякую болезнь и всякую язву не написанную в книге закона сего господь наведет на тебя доколе не будешь истреблен псалом 78 9 помоги нам о боже спаситель наш ради славы имени твоего избавь нас и прости нам грехи наши ради имени твоего псалом 113 9 стих не нам господи не нам но имени твоему дай славу ради милости твоей ради истины твоей рог иеремия 14 21 не отрини нас ради имени твоего не унижай престола славы твои римлянам 15 9 буду петь имени твоему христианка насан семён яковлевич жил двадцать четыре года спит гордый рим спит гордый рим одетый мглою в тени разросшихся садов полны глубокой тишиною ряды немых его дворцов весенней полночи молчания царит на сонных площадях луны капризное сияние в речных колеблется струях и тибр блестящий полосою катясь меж темных берегов шумит задумчивая струёю вдаль убегающих валов в руках распятия сжимая в седых стенах тюрьмы сырой спит христианка молодая на грудь склонившись головой бесплодны были все старания ее суровых палачей ни обещания ни страдания не сокрушили веры в ней бесчеловечную душою судьи на смерть осуждена на завтра пред иным судьёю предстанет в небесах она и вот полна святым желанием все в жертву небу принести она идет к концу страдания к концу тернистого пути и снятся ей поля родные шатры лимонов и дубов реки изгибы голубые и юных лет приютный кров и прежних мирных наслаждений она переживает дни но ни тревог ни сожалений не пробуждают в ней они за все земное без участия на все земное без участия она привыкла уж смотреть не нужно ей земного счастья ей в жизни нечего жалеть полна небесных упований она без жалости и слез разбила рой земных желаний и юный мир роскошных горёз и на алтарь христа и бога она готова принести все чем красна ее дорога что ей светило на пути все спит один альбин угрюмый сидит в раздумье у окна тяжелой безотрадной думой его душа возмущена враг христиан патриции славный в боях испытанный герой под игом страсти своенравной как раб паник он головой вдали толпы перов и шума под кровом полночи немой все так же пламенная дума сжимает грудь его тоской мечта не скромная смущает его блаженством неземным воображение вызывает картины страстные пред ним и в полумгле весенние ночи он видит образ дорогой черты любимые и очи надежды полные святой с тех пор как дева молодая к нему на суд приведена проснулась грудь его немая от долгой тьмы глухого сна разврат дворца в душе на время стремления чистые убил но свет любви порока бремя мечом карающим разбил и казнь Марии из рекая дворца и рима гордый сын он сам того не сознавая уж был в душе христианин и речи узницы прекрасной сниманием жадным он ловил и свет великий веры ясной глубоко корни в нем пустил любовь и вера победили в нем заблуждение прежних дней и душу гордую смутили высокой прелестью своей заря блестящими лучами зажглась на небе голубом и свет огнистыми волнами блеснул причудливо кругом за ним венцом лучей сияя проснулась солнце за рекой и светлым диском выплывая сверкает гордо над землей проснулся рим народ толпами в амфитеатр шумя спешит и черни пестрыми волнами цирк полный доверху кипит и в ложе убранное богато в пурпурной мантии своей залитые в серебро и злато сидит нерон в кругу друзей подавлен безотрадной думой альбин патриции молодой как ночь прекрасный и угрюмы меж них сияет красотой толпа шумит нетерпеливо на отведенных ей местах но подан знак и дверь визглива на ржавых подалась петлях и на арену выступая тигрица вышла молодая во след за ней походкой смелой вошла с распятием в руках страдалица в одежде белой спокойной твердостью очах и в миг всеобщее движение сменилось мертвой тишиной как дань немого восхищения пред неземною красотой альбин поникнув головою весь бледный словно тень стоял и вдруг пристихнувшей толпою волшебный голос озвучал в последний раз я открываю мои дрождащие уста прости о рим я умираю за веру в моего христа и в эти смертные мгновения моим прощая палачам за их последние моления несу я к горним небесам да не осудит их спаситель за кровь пролитую мою пусть примет их святой учитель свою великую семью пусть светоч чистого учения в сердцах холодных он зажжет и рай любви и примирения в их жизнь мятежную прольет она замолкла и молчание у всех царило на устах казалось будто сострадание в их черствых вспыхнуло сердцах вдруг на арене пред толпою с огнем в очах пристал альбин и молвил я умру с тобою о рим и я христианин цирк вздрогнул зашумел очнулся как лес осеннюю грозой и зверь испуганно метнулся прижавшись к двери руковой вот он крадется выступая ползет неслышно как змея скачок и землю обогряя блеснула алая струя святыню смерти и страданий рим зверским смехом оскорбил и дикий гром рукоплесканий мольбу последнюю покрыл глубокой древности сказания прошло седые времена и беспристрастное предание хранит святые имена простой народ тепло и свято сумел в предании сохранить как люди старину когда-то умели верить и любить 1878 год об этом на фоне святыню по фоне пропустил